Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас четверг, новый день, на улице наконец-то светит солнце, ну а я готова сегодня показать вам нашу новую кухню. Я уже несколько раз и в своих сторис в инстаграм, и на канале рассказывала о том, что мы начали ремонт на нашей кухне, то есть мы ее поставили новую. До этого в нашей квартире мы прожили практически, наверное, два года в очень-очень неудобной ситуации, когда кухни у нас не было, мы все никак не могли определиться, то-то, то-это, и, в общем-то, с этой кухней мы все тормозили-тормозили. И, наконец-то, мы ее заказали, и, наконец-то, мы ее поставили. Покажу вам свою новую кухню еще в таком девственном-девственном виде. Кстати, сегодня последний, мне кажется, момент, когда я могу это сделать, потому что с тем, что мы начинаем пользоваться этой кухней, она теряет свою девственность, теряет свою такую красоту новой-новой кухни и превращается в реальную кухню. Буду показывать и рассказывать, что же у нас здесь сегодня стоит. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, вот она наша новая кухня. Этого малыша вы уже знаете. Это ночничок-увлажнитель воздуха-диффузор ароматерапии. И его вы уже наверняка видели в моем видеоролике «Сумок в роддом». Он с нами также отправлялся, собственно, в роддом и улучшал нам настроение. И вот наша кухня. Маленький, самый главный в этом помещении находится на своем коврике. Кстати, о коврике я расскажу в отдельном видеоролике. Я думаю, что ко времени публикации этого ролика я не успею поработать над роликом мастхэвов в 6 месяцев. Но вот в этом отдельном видеоролике расскажу вам про эту красоту, которой я нереально-нереально довольна. Хорошо, поехали к кухне. И вот первая зона, о которой хочется поговорить, это, конечно, рабочая зона, где мы моем нашу посуду. Пока еще она сохранила свою такую девственную красоту новой кухни, но, тем не менее, мы уже активно пользуемся этой зоной в том числе. Здесь у нас располагается посудомойка на 45. Я, конечно же, хотела размер 60, но, к сожалению, она сюда не встала. Поэтому пришлось взять размер поменьше. Также рядом с мойкой я здесь держу траву или сушилку посуды Рэма. И здесь, в общем-то, сохнут все его бутылочки. Здесь у нас небольшой декор. Это подсвечники и часы. И за ними фартук из белой плитки в стиле метро. В зоне вытяжки я опустила эту плитку до самого-самого потолка. Просто хотелось, чтобы эта конкретная стена была в таком едином дизайне. И там не было большого набора разных материалов. Чего нельзя сказать об этой стенке. Здесь я до сих пор думаю, что же мне сделать с этой частью. Здесь пока что находятся старые наши обои. Ровно так же, как эти обои сохранились вот в этой части за нашей декоративной 3D стенкой. Кухню мы заказывали в Икеа. Я решила не мудрить и решила пойти самым-самым проверенным и таким надежным путем. И заказать кухню в Икее. Потому что, во-первых, компания большая, работает во всем мире. С качеством у нее проблем нет. Да и с гарантией в том числе проблем нет. Я знаю, что даже если там, например, через 5-10, неважно сколько лет, что-то у тебя сломается, а кухня твоя оказывается снята с производства, то они предлагают тебе другую кухню взамен. Это, конечно же, не может не подкупить. И именно поэтому мы выбрали Икеа. На главной столешнице у нас располагаются мои любимые часы компании Лев Амстердам. То есть это голландская фирма. У них очень прикольные всякие интерьерные штуки. Также у нас чайник, кофемашинка. Дальше у нас сварочная панель и наша прекрасная пароварка-блендер Филипс для пюрешек малыша. Крош, ты хочешь про кухню рассказать или что? Кроша! На, на сосочку. Сосочка тебе поможет подумать о прекрасном, пока мать расскажет о кухне, окей? Договорились? Молодец. В общем, пароварка наша. В скором времени опубликую видеоролик нашей четвертой недели водоприкорма и с вами вместе протестирую впервые эту пароварочку, так как я еще не пользовалась. Надеюсь, что она меня не подведет и что свою работу она выполнит на ура. Окей, пойдем посмотрим, что же у нас в наших ящиках. Значит, снизу у нас ящики только лишь выдвижные. Дверцы я оставила на верхние каркасы. И здесь у нас, пока история не оформлена, я в ближайшие дни закажу сюда деревянные органайзеры как раз-таки для столовых приборов. Вот эти два ящика у меня как раз-таки для этих приборов и подрезумеваются. Эти большие, значит, тоже выдвижные. Здесь у нас посуда, которую тоже в скором времени я заменю на более декоративную, потому что та, что в Икее, мне уж совсем-совсем не нравится. Нижний ящик у нас для кастрюль. Дальше две бутыльницы здесь по обе стороны духовки и варочной панели. И последние два ящика – это ящики для вещей малыша. Тут я держу его питание, контейнеры, воду, ну, в общем, все, что необходимо для кормления моего малыша. Дальше здесь у нас располагается духовка. Духовка тоже у нас сильно классическая, тоже такой неожиданный выбор. Но я как-то даже, не знаю, обрадовалась, что у меня будет такая без дисплеев и всякой-всякой билиберды. В общем, такие три рычажка классических, которые один из них выбирает способ готовки. Дальше таймер со временем и температура. И лампочка, которая загорается, когда духовка греется, и когда она уже достигла нужной температуры, лампочка, ну, как обычно, гаснет. Уже попробовала в ней запекать мясо, но работает эта штука очень-очень круто. Собственно, как и вся, наверное, техника, приобретенная в Икее. Бош в этом случае для нее производит эту технику, поэтому я уж точно знала, что все будет с ней в порядке. Наверху у нас здесь сушка для посуды. Ничего красивого в этом шкафчике нет. В общем-то, здесь сушатся наши детали стерилизатора, посуда. Наверху, наверху самым-самым у нас вино. Так как мы с мужем, в принципе, не пьем, то, в общем, алкоголь улетел на самую дальнюю ненужную полку. Следующая здесь декоративная часть. Это мой шкафчик со всякой красотой. Тут у меня мои подсвечники, какие-то фигурки, песочные часы, красиво подсуда, вазы, ну и так далее. Это, собственно, для красоты. Так она и останется. И подсветка также в ней имеется. Ровно как и под шкафами у нас идет подсветка, и под вытяжкой это уже стандарт. И дальше у нас здесь наша микроволновка. У нас уже была свободна стоящая микроволновка, и мы не стали заказывать встроенную, поэтому, в общем, вот так она и стала. Здесь маленькие шкафчики. Сюда я поместила чай, приправы, мелкие всякие штуки. Здесь наверху у меня мои всякие штуки для здоровья, протеин, мука, чия, кофе без кофеина. Ну, в общем, все по здоровью. И, конечно же, наш холодильник. Тоже у нас уже был холодильник той же фирмы Bosch. И, в общем, он так и в свободном виде встал в конце кухни. Если смотреть на другую сторону кухни. Мое кожаное кресло Куэро. Очень его люблю. И очень надеюсь, что обои и вот декор этой стенки поможет мне все-таки связать теплую такую историю. Рыжего вот такого вот кресла из кожи с холодной скандинавской кухней. Пока не знаю, как я это сделаю, но ничего, будем над этим работать. Мы уже заменили наши занавески. Вот. У нас были здесь зеленые. И сейчас встали вот такие вот фактурные серые. Дальше здесь, как я уже сказала, у нас пойдут обои. Третьим портретом здесь встанет наш портрет с Рэмом. Объединенный стол, на самом деле, здесь у меня никак совсем не встает. И мне нужно думать, что с ним делать. Либо его заменить, либо покрасить ноги в более холодный цвет, который подойдет к общей стилистике кухни. Либо использовать какую-нибудь, не знаю, скатерть. Ну, в общем, что-то с ним буду думать. А делать нам осталось только лишь, во-первых, вот этот зазор, который у нас проходит по всем столешницам. Из-за того, что стены неровные, то, к сожалению, плитка после укладки не смогла закрыть образовавшийся зазор. И, собственно, нам нужно найти какой-нибудь красивый плинтус. Либо белый, либо металлический. Не знаю, была уже в нескольких магазинах и не нашла ничего дельного. Поэтому напишите мне в комментариях, может быть, вы знаете места, где есть хороший выбор вот таких вот декоративных элементов. Либо белый плинтус мне нужен, либо металлический. Ну, в общем, все, что могло бы подойти к нашей кухне. Буду сильно благодарна. Ой, ты господи, Крош! Кроша! Давай, ты будешь самым главным обозревателем кухни сегодня. Давай, рассказывай. Че тут? Соска подходит под интерьер? Ну, прекрасно, молодец. Ух ты, будь здоров, Крошик! Будь здоров, Крош! Все, на этом заканчиваю наше сегодняшнее обещание. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. И также ищите меня в Инстаграме. Худо да бедно, но мы пытаемся с малышом там активизироваться. И публикуем практически, наверное, ежедневно сториз. Особенно, когда у нас нет выпусков на канале. Ставьте лайки, если вам понравился обзор нашей кухни. И также напишите, хотели ли бы вы видеть наши дальнейшие ремонтные дела и наше преображение в квартире. Если да, то обязательно буду снимать для вас все наши процессы. Но на сегодня я с вами прощаюсь, желаю доброго дня и увидимся в моем следующем видеоролике. Пока!